Привет-привет! С вами Таня Генерал, и это очередной дом в моей деревне Спринг. Наш придворный риэлтор расстарался на славу, выбрал дом, что прям любо-дорого поглядеть. Не избежать, наверное, сегодня ему получить ужин со мной за такую услугу. Район вокруг старый, ну в том плане, что не очень старый, древний, но уже с устоявшейся инфраструктурой. Красивые дома, все ухожено, все очень красиво, все очень цивильно. И дом сам по себе просто потрясающий. Пойдемте внутрь, сейчас все вам покажу. Этот дом как раз тот самый случай, когда жильцы по-прежнему, обитатели дома по-прежнему здесь живут. И на время, когда к ним приходят посетители, согласованное время с риэлторами, они куда-нибудь уходят. И это тоже очень интересно, потому что можно увидеть все устройство дома, как там у людей все устроено. Как вы видите, тут люди не очень ленились и постарались облагородить все, что касается входа в дом. Гараж на две машины прилагается, в гараж не пойду, он обычный. Тут бы очень пригодилась камера с рыбьим глазом, правда же? Чтобы все это охватить. Много воздуха, много света, очень просторно. Дом 18 лет ему, продается он за 380 тысяч. В нем 4 спальни и еще плюс офис. И плюс еще так называемый полэтаж. Сейчас все покажу. Так, офис. Любят они офисы делать прямо на входе. Вот хозяин только что покинул офис, пошел в кино. Кто у нас хозяин? Дипломы какие-то у него тут висят. Health science кто-то с медициной связанный. При офисе, конечно же, есть собственный туалет, но что бегать далеко. Надо, чтобы все было удобно. А столовая. Красиво очень. Мне нравится. Колонны такие. На самом деле пол, конечно, немножко вызывает сомнение. Он откровенно какой-то уличный. Такие какие-то плитки. Но он соответствует всему стилю дома. Так что разрешим уже им иметь такой пол, какой им нравится. Жилая комната. Не очень, конечно, жилая, но какая есть. Да, и в этом доме тоже есть бассейн. Да, он даже с соленой водой. Я не взяла купальник сегодня, так что поверьте мне на слово. Бассейн с соленой водой. Спальня. Кусок пола каменный. Дальше ковролин. Нормальная здесь практика. Ковролин, в общем-то, в старых домах присутствует везде. В более современных сейчас, конечно, уже стали переключаться на паркет или что-то. Вот такой здесь называется хардвуд. Но ковролин по-прежнему очень популярен. Сейчас я вам покажу одну очень смешную штуку. Антикварный комод, как вы можете видеть. Как-то против солнца он у нас. Совсем вы его не можете видеть, да? Почему-то. Очень смешную штуку. Коверности нет! Причем это повешено, как декоративная какая-то отделка. Что-то, видимо, значит для хозяев. Или, может быть, это откуда-нибудь привезенное. Но смотрится очень смешно. Ковер на стене очень по-советски. Обязательно сделаю себяшку на фоне этого ковра. Довольно большая спальня. Высокие потолки. Приятно. Много воздуха. Много света. И ванная комната тоже большая. И тоже приятная. Много света. Душевая кабина такая вполне себе приличная размером. Два гардероба, как обычно. Привет-привет! Такой какой-то тут огроменный шкаф. Всегда пригодится. Шкафов много не бывает. Две раковины. Спальни. Все. Есть отдельный выход в бассейн из хозяйской спальни. Покажу вам сейчас кухню, которая мне очень понравилась. Слово «очень». Большой буквой «О». Как вы видите, не обходится без патриотических знаков. Техасская звезда вот там наверху. Кухня светлая, большая. Как обычно. Ну, здесь больше похоже на настоящий гранит. И как всегда, хотя они здесь никогда не моют посуду, они ее складывают просто в посудомойку. Ну, просто представьте себе. Вы моете посуду, видите, все вокруг. Отлично. Из кухни, естественно, выход в столовую. Ну, это такая более парадная столовая. Это там, откуда мы с вами заходили. Тут, наверное, по большим праздникам только что-то предпринимается. А в основное время дня, я думаю, что это либо барная стойка используется, либо вот здесь, на открытом пространстве, за этим круглым столом. А, вот она, жилая комната где. Вот почему там не было традиционных диванов. Куда же Америка без диванов? Никак не может Америка жить без диванов. Так, другие спальни. Пойдемте посмотрим другие спальни. Всегда, конечно, очень интересно, каким составом они здесь живут. Но риэлторы тоже не всегда это знают. Так было бы интересно просто, кто кому Вася, кто тут папа, кто мама, что они делают, сколько детей. Как они эти комнаты распределяют. Спальня. У них тут такая тема, смотрите. На стенах висят вот эти вот гобелены какие-то. Может быть, они имеют какие-нибудь славянские корни, эти люди. Что им нравится вешать гобелены на стены. Со своей ванной, со своим гардеробом, само собой. Похоже, что в этой комнате никто не живет. Иначе в гардеробе бы была одежда. Следующая. Еще одна спальня. Как мне нравится эта полка поверху. Маленькая ванна. Умывалка на две раковины. В этой комнате просто ничего не делают. Никто здесь не живет. Мне не придумали, как ее использовать. Она могла бы быть той же спальней. Но они оставили ее вот так. Два кресла и больше ничего. Это комната хранения ненужных вещей. Сейчас я вам покажу ту самую половину этажа. Ну да, да, да. Тут, конечно же, еще и прачечная. У этих с прачечной все нормально. Она на первом этаже. Нормальные люди. У них нет никакого второго этажа, о чем я говорю. Сейчас покажу вам ту самую половинку этажа, которая является фишкой этого дома. Она в проспекте описана. Непонятно, конечно, как оно пришло в голову им построить эту половинку этажа и зачем это. Ну вот, есть как есть. Такая вот мансардная комната. По мнению риэлтора, здесь можно устроить кинозал, спортзал, плейрум для детей. Судя по аксессуарам, хозяева дома здесь занимаются спортом. Молодцы, что сказать. Хотелось бы знать, как часто они это делают. А сейчас я покажу вам бассейн. Большое патио с хаттабом. Горячая ванна с пузырьками. Джакузи, как у нас их называют по-русски. Здесь еще большой угол для посиделок. И замощенное вот так деревом в Америке. В Техасе у нас очень популярно вот такое покрытие деревом. И бассейн! Мяу! Бассейн глубокий. Болтаться в нем прикольно. Особо, конечно, не поплаваешь, но... Такую жару иметь на своем заднем дворе что-нибудь... Такое вот журчащее очень приятно. Я уверена, что вечером здесь тоже очень красиво. Эти пальмы все вон обкручены лампочками. И они светятся. И это красиво. И вообще... Жизнь чудесная и удивительная. Всего лишь каких-то 380 тысяч. И этот дом ваш. Что скажете? Одобряем, не одобряем? Какие мнения, какие замечания? Что упустило? Я и дальше планирую подобные вещи снимать. Рассказывайте, что еще освещать. Чтобы было еще интереснее. Может быть, есть какие-то аналогии, если вы живете в другом штате. И можете рассказать на 380 тысяч, какой можно купить дом в другом штате. Или в другой стране. Будет интересно почитать. У меня сегодня все. Пока!